Мой футбольный отец, первый тренер, который меня всему обучил, всему научил, который дал мне, по сути, путь сначала в детско-юношеский футбол, потом в дубль, в дублирующие составы, а дальше уже в основные составы в команды высшей лиги, Украины, Белоруссии, не суть важна. Просто человек, который по сей день со мной на связи, которому я могу позвонить, наверное, в любой момент, поговорить, посоветоваться с ним, и он всегда мне подскажет, даст дельный совет по жизни и по футбольным каким-то моментам. Ну, по большому счету, когда я был помладше, я, наверное, первый раз попал в Лейпциг в лет 14, вот так вот мне было. Честно говоря, вспоминая этот этап в жизни своей, я могу сказать, что для меня в тот момент это мало что значило. Я не осознавал в полной мере такого масштаба, который был. Я думал, ну классно, съезжу я там на какой-то просмотр, здорово, ничего особенного. Сейчас, наверное, пройдя такой путь, я могу сказать то, что это бы ценилось куда больше, в 20-21 год, наверное, это ценилось бы, да, больше. Еще раз повторюсь, просто в тот момент я не осознавал этого масштаба и ездил просто как должно это было, мне предлагали. Я такой, ну да, здорово, поеду, класс. Ничего особенного, наверное, не было в этом для меня в том возрасте. Наверное, наверное, Динамо Брест. Не, наверное, а точно. Я провел там два года, два сезона, и это был такой этап переходного возраста, такого юношеского детского максимализма, который во многом мешал где-то, где-то было тяжело из-за этого. Вот. Наверное, Динамо Брест, потому что он мне подарил как яркие какие-то эмоции, так и, наверное, дикую какую-то обиду, такую горечь из-за того, что ожидалось большего, прежде всего от самого себя ожидал большего. Вот. Этого не случилось, не получилось многого, но также есть прекрасные моменты, та же Лига Европы, 14 тысяч болельщиков, когда приходят на Брестки. Очень круто, большие эмоции испытал от этого. Тяжело сказать, наверное, потому что Карпаты у меня возникли после дублирующего состава БАТЭ. Тогда я в БАТЭ переходил, когда у меня не было уже каких-то особых вариантов, и я там замудрил с трансферным окном, и так получилось, что все варианты, которые были, их было 5-4 варианта у меня было, наверное. И я всех, грубо говоря, так, если сказать честно, прохал эти варианты. И когда я вернулся в Беларусь, вот, я как-то сидел где-то просто в ресторане или где, и мне написал, Кирилл Петрович Ольшевский предложил БАТЭ, я поехал в БАТЭ. Вот. И мы сразу договорились о том, что я побуду в БАТЭ, но если у меня будет какой-то вариант хороший, то я уйду. Собственно, так и получилось. И там за это спасибо БАТЭ, футбольному клубу. И когда у меня появились Карпаты, я туда перешел, и на самом деле год был тяжелый, сезон был тяжелый, потому что денег уже первые там два месяца они были, потом их резко не стало. И то есть приходилось как-то 4 месяца выживать там. Приходилось как-то находить эти деньги, платить за квартиру, там образование еще, учеба, короче, очень много всего. И приходилось еще, тем не менее, концентрироваться на футболе. А это очень тяжело, когда нет какой-то эмоциональной подпитки. Но могу сказать, что коллектив был молодой, классный, мы всегда куда-то собирались, вечно были один за одного. Ездили на эти выезда по 24 часа в поезде, вместе сидели, и там карты. Это романтика такая украинского футбола, львовского. До сих пор с большой теплотой вспоминаю, у меня много друзей со Львова осталось, с которыми я по сей день на связи, которых я люблю, уважаю и с удовольствием встречусь, как только появится эта возможность. А Олимпик, наверное, это тот этап моей жизни, когда, это его тяжело очень вспоминать, потому что я реально за полгода провел в общей сложности, я не знаю, там 30 минут, наверное. И это было очень тяжело. Вот. И то есть я не слышал никаких объяснений причин, наверное, почему, что, куда, как. И по большому счету я уже в конце своего пути в Олимпике, я просто понял, что какие-то были, наверное, нефутбольные моменты больше, чем футбольные. Вот. И мне сказали просто, ну, ты не развиваешься, уходи. А уходить-то почему? То есть никто не объяснил ничего. Вот. Поэтому так все и получилось. И Олимпик, то есть, да, хороший коллектив, все было круто, тренировочный процесс. Но я хочу этот момент в жизни, наверное, забыть быстрее и не вспоминать его больше. Так как получилось? Я после Олимпика уже уезжал в Минск. То есть у меня был вариант еще один с Украины, там не буду называть. У меня был вариант, но я понял то, что на самом деле уже сил нет. Хотелось чего-то как-то домашнего такого. Хотелось как-то вернуться домой, перезагрузиться, что ли, морально, духовно, как угодно. В общем, это не суть. Просто хотелось домой уже. И понимал, что два года уже невозможно находиться где-то. И без игровой практики я понимал, что мало куда я смогу попасть. Вот. То есть я созвонился с отцом, в большей степени с ним общался в этом всем. По футбольным каким-то планам. Вот. И он мне сказал, ну, хочешь, я переговорю. Хотя Юрий Иосифович меня, по сути, не знал как игрока. И мне деваться было некуда. Я понимал то, что, блин, я не хочу так идти. Но у меня не было какого-то варианта. Вот. И мы встретились, переговорили. Он сказал, ну, давай придешь на тренировки, потренируешься, посмотрим, что там да как. Я с удовольствием согласился, потому что, ну, как иначе-то. Вот. Я пришел, потренировался, прошел этот просмотр. Он мне предложил контракт. И я ему очень благодарен, потому что он в меня поверил. Это первый тренер за долгое время, который в меня поверил. И который мне дал возможность играть в футбол, снова ощущать себя футболистом, стоящим, нужным игроком. И также команда, коллектив, который ко мне тепло относится хорошо. Поэтому я во многом благодарен коллективу и Юрию Иосифовичу, который в меня поверил. Поэтому так этот вариант и родился. Да, сто процентов, значит. Потому что это первый гол после возвращения на родину. Спустя там три года-два я там вернулся домой. Первый гол в первом же матче, конечно, значит. Но я не могу сказать, что какая-то дикая прям значимость есть в этом мяче. Просто, да, круто, что первый домашний матч, пришли болельщики, зрители. И вот это как бы просто я отплатил тем, что они пришли, тем, что они хотели построить футбол. Хотели какого-то праздника. И так вот все круто получилось именно в этот день. Ничего прям такого особенного, конечно, нет. Просто круто, да, забил. Честно говоря, тяжело ответить на этот вопрос, поскольку тренировочный процесс у нас хороший. Подготовка у нас хорошая, база у нас отличная, все хорошо, казалось бы, да. Просто, наверное, так бывает в жизни, что иногда команда попадает в яму такую, с которой надо выбираться все вместе. И мне тяжело, честно, как игроку, ответить на этот вопрос, потому что я пока что не могу найти ответ на вопрос, что происходит, что случилось. Просто надо собраться все вместе, играть дальше в футбол, тренироваться бок о бок, спина к спине, как угодно. Можно это назвать, куча эпитетов сюда добавить. Но просто надо все вместе с этого выбраться. Просто надо заковырять этот мяч ворота, просто выиграть одну игру, дальше попрет. Просто на эмоциональном фоне все будет хорошо. Главное, чтобы эмоции были. Главное, чтобы была поддержка друг у друга. И мы друг друга всегда поддерживали, были рядом, были вместе. Честно, я по сей день себе задаю этот вопрос. Знаете, лежал я как-то, наверное, мне было лет 15, и такой думаю, блин, буду я уж тут в горте играть. Вот все у меня на мази, все классно, все здорово. Будет и в какой-то момент достиг какого-то такого пика, наверное, формы, тогда этот кубок развития, все это навалилось, вся эта пресса, весь этот ажиотаж, к которому, наверное, по сути, 16-летний пацан был не готов реально. И казалось тогда, что ничего в этом такого нет. Это нормальный футболист, это мединость, это все здорово. Но, по сути, в какой-то момент скружило мне это голову, может быть, я перешел в Динамо-Брест. Хотя, по большому счету, если так брать, смотреть, то я не должен был этого делать. Я должен был тогда тихо сидеть в Минске, в футбольном клубе, и должен был там дальше развиваться. Потому что, наверное, молодому игроку, как молодому игроку, было бы здорово там находиться. А не получилось, ну, в силу разных причин. Где-то я несерьезно относился к футболу, на самом-то деле, если так взять. Где-то попросту валял дурака, где-то думал, что у меня куча времени, а по сути времени уже и нет. Уже 21 год будет, уже куда? Надо уже играть, уже нет времени. И раскрыться не получилось, потому что вот просто где-то раздолбай был, где-то неправильно подсказывали, где-то что-то говорили не так. Вот. Где-то, возможно, разочарование, не вышел где-то на игру, все, уже разочарование, уже психи, уже эмоции, в силу возраста опять-таки. То есть где-то сейчас, наверное, бы иначе бы реагировал, где-то спокойнее, свыше какого-то опыта. Тогда его не было, и не было у кого взять. Потому что тогда, ну, старики особо не подсказывали, как себя вести. Ну, не было такого просто. Сам по себе ты находился и в себе все это переживал. То есть была семья, были родители, был агент какой-никакой, который там что-то тебе говорил, что ты какие-то сказки тебе пел, а в итоге ничего этого не срослось, ничего не получалось. И задаешь вопрос, а почему так, а тебе никто не может сказать. И ты сам в себе это носишь просто-напросто. Поэтому в силу разных причин. Так тяжело, наверное, ответить. Просто обстоятельства, где-то я сам вёл себя неправильно. Где-то бы я просто, если бы я вернулся в то время, и вот мне 20 лет, и я сказал бы себе 16-летнему, я сказал бы, подожди, ты ещё всё успеешь. Просто люби, занимайся тем, что ты умеешь, тем, что ты можешь. Всё. Это, наверное, единственное, что бы я себе сказал. И если кто-то скажет, что вернувшись в прошлое, я бы себе ничего не сказал, я прожил правильно, это глупость. Это всё глупости мне, на мой взгляд. Я бы вернулся бы и сказал бы себе, что ты ведёшь себя неправильно. Вот на это обрати внимание. Там сделай так. А у меня в то время, наверное, просто мозгов не хватило поступать иначе. Чем я занимаюсь, чем, что меня интересует? На самом деле, как-то сейчас это меньше хобби каких-то в жизни. Потому что я к родителям часто приезжаю. А мы там вместе все. Я с девушкой много времени прожил. Ну, мы живём вместе там всё. Как семья уже, можно сказать. Вот. Как хобби таких, наверное, нету. Сейчас как-то футбол. Вечером какая-нибудь прогулочка. Кофе выпить там, зайти. Где-то посетить. Погулять там с друзьями. Так, в рамках разумной, естественно, в рамках пределов всех этих хобби. Ну, я скажу то, что мне нравится дизайн, мне нравится стиль, мне нравится что-то всё связанное с архитектурой и тому подобное. То есть я на это обращаю внимание больше, наверное, в своей жизни. Как-то. Естественно, я как-то стараюсь совершенствоваться в плане там языков. Я там до сих пор, хотя я знаю английский в совершенстве, но я стараюсь его учить до сей день. И стараюсь этим заниматься, там уделять время. Стараюсь как-то совершенствоваться в плане каких-то речевых моментах. Где-то что-то читать, где-то какие-то новости смотреть. Ну, то есть это нормально. Всегда стараешься как-то развиваться. Всё, наверное, всё как у всех. Человек YouTube в свободное время. Всё. Всё. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok